Итак, замечательные вопросы. Это те вопросы, на которые вы должны найти для себя ответы. И я уверен, что если вы найдете ответы, то вы добьетесь в Атоме всего, что для вас будет в Атоме реально. Все задачи и цели, которые вы перед собой поставите, вы их добьетесь. Первое. Почему Атоме? Предыдущий, по-моему, примерно час я как раз таки рассказывал, почему Атоме для меня. Здесь вы сами для себя должны ответить, почему Атоме. Второе. Зачем мне это нужно? Зачем вам нужно добиться успеха в Атоме? Здесь может показаться, что этот вопрос соприкасается с предыдущим, и да, отчасти это так, но здесь нужно именно понимать намерение. Зачем вам это нужно? То есть не почему вы выбираете компанию, а зачем вам это жизненно необходимо? Архиважно. Третье. Как я буду находить людей? Тоже подумайте, как вы это будете делать. Для меня тогда было понимание в самом начале нашего пути то, что я не хочу подходить к людям на улице. Как я говорил, я не люблю вторгаться в чужое пространство. Я хочу, чтобы люди сами ко мне приходили. Каким образом это можно сделать? Создать личный бренд. Сделать так, чтобы мы были узнаваемы, чтобы люди сами хотели с нами работать. Это было моим ответом. Вы можете найти свой ответ сами. Как минимум я понимал, что если у меня это не получится, то я могу подходить к людям на улице. И да, это будет более тяжелый путь, но я все равно смогу найти потребителей, все равно смогу построить свою потребительскую сеть. И на самом деле подходить к людям на улице в наших СНГ странах гораздо легче, чем в Корее. Четвертое. Что я смогу им дать? Что я смогу дать этим людям? Пятое. Почему у меня получится? Вот эти вопросы, они сразу будут отсеивать ненужные вопросы, ваши сомнения. То есть не эти вопросы, почему у меня не получится, почему у меня может не получиться, а именно почему у вас получится. Причислите причины, почему у вас получится. Шестое. Зачем это нужно людям? Зачем люди будут регистрироваться в компании? Зачем люди будут регистрироваться у вас? Седьмое. Как я добьюсь успеха? Каким образом я добьюсь успеха? И что для вас успех? Тоже сформулируйте. И восьмое. Что я получу? Что я получу от всего этого? Что я буду иметь? Потому что понимание того, к чему вы придете, будет также давать вам силы. Это будет вашим видением. И девятое. Почему люди будут выбирать меня? Почему люди будут регистрироваться не к Владимиру и Мике, а почему люди будут регистрироваться ко мне? В свое время я такой вопрос задал самому себе. Почему люди будут выбирать не Талю, а почему люди будут приходить к нам? Что я смогу этим людям дать? Подумайте. Ну и последняя тема моей презентации – это сомнительные вопросы и страхи. Давайте вкратце пройдемся по ним. Посмотрим, что я здесь хотел рассказать. Первый вопрос – а что, если у меня не получится? Это те вопросы, которые, возможно, не присутствуют у вас, но, возможно, будут присутствовать у ваших партнеров. И чаще всего этот вопрос присутствует у человека, когда он, может быть, не совсем понимает, куда он попал. У него нет представления и видения о компании, о бизнесе. И самый простой ответ здесь можно привести тот же самый, который был у меня, когда мне задала похожий вопрос моя супруга. А что, если у нас не получится? Если у нас не получится, то мы вернемся к тому, что мы и так умеем делать. То есть это у нас никто не отнимет. Второе. А что, если я потеряю время просто так? К счастью, редко мы встречаемся с таким вопросом, но все равно время от времени такой вопрос мелькает в глазах наших партнеров. Что, если они приложат усилия и у них не получится, и они потеряют время просто так? Поверьте, просто так время никто не потеряет. Если человек осознанно работает, развивается, это огромная инвестиция в него самого. И нет ничего более ценного в нашем жизни в плане развития роста, чем инвестиция в нас самих. Всю мою сознательную жизнь умные люди вокруг меня говорили то, что нужно инвестировать в самого себя. Работа в Атоме – это инвестиция в себя. Вы попали тем более в такую команду, где просто все будут помогать вам в этом. Инвестировать в себя, расти, развиваться. И те навыки, тот опыт, который вы сможете приобрести здесь, они бесцены. За деньги купить, я думаю, практически невозможно. То, что вы можете приобрести здесь. Поэтому время просто так вы не потеряете однозначно. Как минимум, вы познакомитесь с суперзамечательными людьми, и сами подниметесь на новый уровень. Приобретете новые навыки, и появится понимание, что делать дальше. Третье. А что обо мне подумают? Обычно на этот вопрос, на это сомнение отвечают, что никто о вас ничего не думает. То, что люди чаще всего думают о самих себе, и у них нет времени вздумываться о вас. Но я тут добавлю, что даже если кто-то что-то о вас подумает, то вам от этого не должно быть ни горячо, ни холодно. Потому что если вы нашли для себя что-то ценное, если вы видите, как это может вам помочь, то мнения других людей вам в этом никак не помогут. То есть, что бы человек ни подумал, это никак не поможет вам стать счастливее. И здесь я тоже добавляю, что нужно уважать чужой выбор, чужое мнение. Если человек даже сделает о вас какой-то вывод, то что вот, занялся сетевым. Ну, это его выбор. Это его заблуждение. Пусть довольствуется своим выбором. Далее. Четвертое. А что, если компания не откроется в моей стране? Так это относится к странам, которые находятся на стадии предрегистрации. Такой страх бывает, потому что в процессе работы мы столкнулись с тем, что многие люди, имеющие опыт с сетевыми компаниями, сталкивались с тем, что компании, с которых они работали, которые обещали открыться в их странах, так и не открылись. И в итоге та работа, которую они проделали, ушла впустую. Здесь, помимо того, что можно говорить, что компания исполняет обещания, что все находятся на равных условиях, то, что в вашей стране точно откроется компания, как минимум можно углубиться в суть, чем мы отличаемся от других сетевых компаний. То, что у нас единый глобальный сервер. То, что открытие в какой-то стране у нас не зависит от технических каких-то требований к тому, чтобы развивалась компания в какой-то той или иной стране. Мы все являемся частью одного целого. И это дает уверенности, что то, что вы делаете сейчас, оно не будет зря, потому что вы являетесь одним целым. То есть вы относитесь к общей системе, атоме, и то, что в вашей стране откроется компания, когда будут выполнены те или иные условия, когда компания будет готова к этому. Рано или поздно филиалы будут практически по всему миру. Практически во всех более-менее крупных странах. Пятое. Что, если изменится маркетинг-план? Когда нашему спонсору Мунгиому задают такой вопрос, он задает встречный вопрос, а вы знаете маркетинг-план? Потому что у него сразу такой вывод, если человек задает такой вопрос, значит он плохо знает маркетинг-план. Потому что маркетинг-план построен таким образом, что и компания, и партнеры находятся в связке. То, о чем я говорил уже сегодня неоднократно. И нет никакого смысла менять маркетинг-план, потому что он работает, и все находятся в прибыли. Помимо этого, на законодательном уровне в Южной Корее это сделать практически невозможно. То есть очень сложно изменить маркетинг-план. Такой ответ я получил, когда сам в Корее изучал этот вопрос. Я больше переживал по поводу того, что пока по Кангельснаме все классно, но если вдруг после него что-то изменится, что может измениться? Меня заверили, что есть устав компании, то, что в Корее очень все строго с сетевыми компаниями, и что существенно маркетинг-план изменить не могут. Могут его, может быть, улучшить, чтобы люди больше выгоды получали. Но чтобы где-то что-то подрезать или урезать, этого нельзя. Шесть. А что, если компания закроется? Я, кстати, лично, по-моему, не сталкивался с таким возражением. Это больше у меня, наверное, был такой страх, когда мы уже стали автоматическими мастерами продаж, и я консультировался тоже в Корее по этому вопросу. Смотрите, у меня была такая мысль. Что если компания популяризует свою продукцию по всему миру, все будут знать, какая это классная продукция, все будут ее любить, и в один прекрасный момент компания скажет, все, мы больше не сетевая компания, покупайте продукцию теперь просто так. Весь мир и так знает, зачем платить вот эти 70% денег прибыли, если можно оставлять себе. Я консультировался это с очень умными людьми, которые разбираются в бизнесе гораздо лучше меня. Консультировался в Корее, и здесь очень много было таких сложных моментов, которые я сейчас навряд ли смогу воспроизвести на 100%, но в целом мысль в том, что не получится этого делать. То, что если компания не может сказать, то, что мы просто не сетевая, теоретически компания может сформировать новую компанию, но это будет совершенно новая компания, и все будет начинать с нуля. И все те патенты, все, что есть у компании сейчас, не будет работать на другую компанию. И это будет просто нецелесообразно, это не будет работать так. Сегодня, спустя два года, я еще на 100% проникся убежден во многих вещах, которые просто в пух и прах разбивают этот страх. То, что прибыль – это не главный приоритет компании. Главный приоритет компании, как бы это ни звучало, может быть странно, это счастье людей. И когда задавали вопрос, когда общались с руководством по поводу открытия тех или иных регионов, почему не во все регионы компания заходит, потому что экономическая прибыль – это не главная цель. Есть общая картина, многие вещи, которые многим людям сложно понять, определенные приоритеты, но это не экономическая выгода. В общем, друзья, компания не закроется. Я в этом убежден. Можете не бояться. Седьмое. Что, если мне не заплатят? С таким чаще всего возражением встречаемся тогда, когда человек имел опыт в работе в сетевой, где ему не заплатили. Такое, к сожалению, бывает часто. Но здесь, опять-таки, можно вспомнить все, что я сегодня говорил, то, что это корейская компания, репутация здесь очень важна. Тут даже дело не в репутации, дело в чести, дело в философии и в человечности. То, что всем заплатят, каждый получит по заслугам. То, что вы заработали – это ваше. Все, что вы заработали – это ваше. Все деньги, которые вы будете зарабатывать, все ваши сотни тысяч долларов, вы получите все до копейки. Восьмое. А что, если мои партнеры не заработают? С этим тоже сталкиваемся, потому что, опять-таки, люди, имеющие опыт работы в сетевой компании, часто обжигаются с тем, что даже если у них получается заработать, у их партнеров не получается. Но, опять-таки, наш бизнес построен таким образом, что каждый человек может заработать, если он будет работать. Потому что у нас классная продукция. Потому что у нас золото по цене серебра. Поэтому каждый работающий человек заработает. Единственное, что здесь нужно понимать, что я всем говорю, когда мне задают вопрос, с чего начать, я обычно отвечаю, что разобраться, что к чему. Это очень важно. Потому что, действительно, самое сложное в Атоме – это понять, куда вы попали и в чем заключается суть бизнеса. Не в продажах, даже не в регистрации партнеров. Суть бизнеса заключается в том, что мы получаем ценность от того, что мы покупаем продукцию. И мы должны эту ценность доносить до всех наших потребителей. Для всех наших партнеров. То, что каждый находится в выгоде. Кстати, это еще одна из тех причин, почему Атоми. Забыл указать это в презентации. Я смоделировал тогда для себя ситуацию. Теоретически, если представить, что если в мире больше не останется людей, которых можно зарегистрировать, что невозможно, но если, представим, остался последний человек в мире, который не зарегистрирован, и он никогда никого больше не зарегистрирует, будет ли он регистрироваться? И ответ, что да, будет. Потому что он сможет покупать классную продукцию для себя. Почему бы нет? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!